Привет, это Дима. Пишу вам из камеры в подвале Тимирязевского суда. Если вас когда-то оставляли на ночь в отделе полиции, вы легко представите это помещение. Но и в случае, если вам посчастливилось избежать такого опыта, сильно напрягать воображение не придется. Камера представляет собой пустую комнату с длинной лавкой вдоль голых стен. Вот и весь интерьер. Стены густо покрыты рисунками и надписями. Приветами, блатными выражениями, пацанскими цитатами и отзывами на судей. Преимущественно оскорбительными. Обычно в таких местах людно и шумно. Густой сигаретный дым режет глаза, а из гула голосов вокруг то и дело выхватывается что-то ценное. Однако сегодня я оказался в камере один, и никто не отвлекает меня от бумаги. Подходящий момент, чтобы описать день суда глазами подсудимого. Заседание может быть назначено на 10 утра, час дня или 6 вечера. Значение это не имеет. Поездка начинается в 6 утра. Оделся, умылся, наскоро выпил чаю и вперед. Вместе со всеми, у кого на сегодня назначено заседание, вы направляетесь на сборку. Такую же пустую камеру, как в суде, где-то на первом этаже СИЗО. Здесь вы проведете несколько часов, ожидая, когда за вами придут. Сборка – главное пересечение путей, место встречи и обмена слухами, сплетнями и байками. Подельники, бывшие сокамерники, знакомые из судов, заключенные с разных этажей и корпусов встречаются на сборках, и благодаря им работает местное сарафанное радио. Открыв двери в очередной раз, сотрудник называет несколько фамилий, в числе которых ваши. Приехал автозак. Что это такое, к сожалению, необходимости пояснять нет. Этот вид транспорта стал одной из визитных карточек грустной России настоящего. Автозак – основная логистическая единица, а логистика в СИН – отдельная наука. Автозак никогда не едет прямо из пункта А в пункт Б. По дороге он обязательно заедет в пункт Ф и Ю, в пункт Ж, устроит пересадку, посетит пункт И и только после этого, еще разыскачив ненадолго в Ф, отвезет вас в пункт назначения. Делается это, по всей видимости, для того, чтобы автозак всегда был забит под завязку, как маршрутка, который не поедет, пока не заполнится. Использование такой хитрой логистической системы приводит к тому, что дорога между двумя точками в одном округе Москвы занимает 3-4 часа непосредственно в пути и весь остальной день в ожидании транспорта. Поездка, которая начинается в 6 утра, заканчивается обычно в районе полуночи. В качестве компенсации за ожидание на руки дается сухой паек, по всем характеристикам превосходящий дневную пайку, и горячий чай в холодном подвале суда. А сам суд может и не состояться вовсе, скажем, перенесли заседание на завтра. Значит, в несколько часов можно поспать. Оделся, умылся, наскоро выпил чаю и вперед. 16 августа 2022 года, Москва. Камера Тимиряевского суда. Дима.